Жизнь плохая, тяжкая. Пенсию маленькую. Я болею сахаром, 14. Дети в войне. А пенсию такую маленькую дали. Ну, что скажем. Доброе, что живут наши президенты, депутаты. А мы так мучаемся, что не дай Бог. Я падаю из ног. А мы все это идти, что крутить, что заработать. Треба платить. Газ платить. Все платить. Светло. Ну, обозначает для меня справедливость, как говорят, свободу, как говорят, слово. А тут это основный закон, по которому мы живем, на который мы ориентируемся. Это норма и правила в каждой певной стране. И все самое. Это нормальный свят. Ну, первое за все, это крок вперед для Украины, потому что были сформированы певные рамки правила, поведенки людей. Ну, так как Украина показала свое место среди других. Поэтому, ну, очень важливая рамка. Как вам сказать? Ну, как вам сказать, не святкую, но духовно, возможно, и так. Этот день означает, что мы все граждане Украины соблюдаем Конституцию. То есть это наш народный праздник. Ну, прежде всего, я, как экономист, хочу всех чернівчан поздоровить с Днем Конституции, побажать им всего всего самого-самого наикраще. Хай честя, пожалуй, в вашем доме. Радость и остаток будет всегда здоровья, мощной, шедрою доли. Хай Бог посылает вам довгие руки. Ну, безусловно, День Конституции – это День Закону, который каждый чернівчан и буденний украинец повинен дотримоваться. День Конституции – это национальное праздник, которое поважают все чернівчане, и, окрема, украинцы в целом. Ну, сам по себе праздник, но в зависимости от того, насколько занята человек. Сейчас все одногруппники, не знаю, где-то святят, по кафе, возможно, кто-то еще учится. Но для всех людей, думаю, это какой-то определенный день. Ну, это в зависимости от того, как человек, не знаю точно. Что может означать, какие законы, а они не выполняют все? Что для меня, старикам, может означать? Свято, конечно, раз и закон, так и закон, для всех, конечно, что свято. Лишь бы его выполняли, это Конституция, а не выполняют, и обходят. Очень много людей, как вы видите, не святкают сейчас это свято, потому что оно стало непопулярным сейчас на Чернадцях. Но надеемся, что наша государство, наши политики, очень уважаемые, будут над этим работать и будут делать для народа какое-то свято, и приветствовать всех с ним Конституцию, потому что это один из самых важных, по-перше, свят в Украине. Я живу в такой стране, что у меня нет праздника, у меня нет работы, у меня нет перспектив, ничего нет. Жить хочется, вот дети есть, а выжить невозможно, поэтому у меня какой праздник, что он? Все, что могу сказать. Хочется работать, хочется, а ничего нет.